вот этот камешек с вершиной горы арабика а вот и вершина горы арабика вот эта гора чертов палец я правильно сказал вот тут говорили не за чертов палец из пещера чертов палец чтобы попасть к самой глубокой пещере в мире для этого нам нужно было приехать в абхазию а точнее в гагры и отсюда именно отсюда начинается маршрут к этой пещере пещера крубер и еще ее называют воронья пещера наш маршрут начинается от санатория нарт самого начала нашего пути все шло не по сценарию с каждым шагом за каждым поворотом нас ожидал какой-то сюрприз нежданчик все приключения начались с того момента как мы прогулялись по гаграм осмотрели живописные окрестности и вступили на тропу которая завела нас в настоящий субтропические джунгли так эта дорога с гагр идет на площадку площадка смотровая на гагре которая находится на 300 метров над уровнем моря многие знают кто приезжают в абхазию знают эту площадку так вот есть тут такой интересный поворот и развилочка незаметная вот эта тропинка она срезает весь этот серпантин и напрямик идет на гору мамзышко и на вершину плато арабика где и находятся эти пещеры пойду догоню васю потому что он первый ушел разведать тропинку вот здесь тропинка уже получше видно неужели эта тропинка вот эта тропинка ведет к самой большой пещере в мире вот здесь должен протекать родник его почему-то нету но главное что тропа идет и так внимание мы попадаем в царство абхазских джунглей перед нами очень красивейшее и сказочное ущелье одно из красивейших какие когда-либо видел нам нужно будет до темна куда-то выбраться на какой-то верх а значит нам надо успеть до хижины дойти которая по карте указана там спрятаться за ночевать потому что в этих сказочных джунглях ночью начинают охотиться шакалы и медведей и прочие сказочные существа этого леса колючки дебри как ни крути приходится через что-то продираться в общем имейте ввиду если вы захотите пещерам срезать по этому маршруту то придется столкнуться с колючками это реально амазонка мы идем постоянно цепляемся за какие-то колючки вступаем в какую-то глубокую грязь вот такие дебри вокруг что это вообще такое куда нам идти это тропа для экстремалов или вообще как это назвать это круто я лично не готов к такому маршруту но но знаю что нужно идти наверх потому что назад пути нету придется продираться через эту малину ежевику какие-то еще лианы вот еще плоды какие-то это кажется бергамот ребята пожалуйста напишите в комментариях что это такое такие плоды колючки шипы острые вот такие вот плоды что это может быть такое почему-то мне кажется что это бергамот может быть это что-то другое подскажите пожалуйста нужно бежать быстро потому что ночлег надо найти с водой с родником до родника еще надо дойти если вообще он будет в этих местах единственный минус жаль что тут воды нету должна здесь быть вода по карте указано что тут родник течет но его нету тем временем тропа продолжает идти наверх причем очень круто и так что вы поняли если лягушки прыгают по земле потому что мы тут уже вторую лягушку видели то значит вода в любом случае где то есть но это уже хорошо то что судя по этой растительности и судя по диким зверям которые здесь обитают не может не быть воды мы ее в любом случае найдем углубились мы в горы в девры и снова открывается вид на море вот это деревце в общем подъем кажется целой вечностью мы идем эти два с половиной километра по прямой зато вверх мы по вертикали идем километр это на самом деле очень много особенно когда идешь по лесу в котором много комарья вокруг дебри мы еще так давно не уставали если честно тропа не знаю что это за тропа вообще что это такое что за непролазные джунгли постоянный уклон вверх вот это напоминает когда мы через горы к морю ходили спуск был веселый спуск постоянный вниз а теперь мы все это преодолеваем только вверх еще не известно где это хижина будет неизвестно вообще дойдем и сегодня за нее или нет мы уже три часа в пути эти два с половиной километра несчастные не можем пройти и где-то далеко слышно пение с плюшки что говорит о том что приближается темное время суток в этом густом лесу в общем дела такие мы в общем то окончательно заблудились в лесу паниковать незачем потому что мы понимаем что нам либо вниз тем же маршрутом идти непонятным теми же дебрями либо идти просто наверх пока идется но так как уже стемнело считаю уже вечера наступает и надо скорее ставить палатку что половина 7 мы не можем идти выше до хижины уже непонятно дойдем или нет но то идет тропа то ее нету она куда-то растворяется в дебрях то под поваленными деревьями сплошной бурелом и мы вынуждены тут оставаться на склоне вот на таком непонятном да конечно такое себе походик и очень странно что такие джунгли такие заросли такие овраги глубокие и вода не течет может быть что-то будет если вы это видео смотрите значит все-таки чего-то мы добились значит все таки поход наш удался но вот такой лагерь у нас сегодня нашли поляночку еле устроились но зато хорошо отдохнули и двинем в путь дальше нам туда радует то что в этих местах кто-то был кто-то вот написал что-то значит мы тут не одни такие значит мы идем вроде как правильно ну вот мы набрали высоту как следует маханули вперед и вот первая маркировка которая о чем-то говорит что здесь какие-то соревнования проходили вот даже стрелочка указано куда идти и слабо выражена тропинка которая идет зигзагом и туда наверх и первая пихта среди букового леса первая громадная пихта вася заметил домик впереди посмотри слева мы к нему идем мы как те одичавшие которые давно не видели цивилизацию и вдруг посреди леса что-то увидели какой-то домик вот и все тут живая изгородь из бузины и ежевики вот даже до домика дойти не можем всего-то меньше суток мы идем по этому недоразумению но вечность целая прошла за эти меньше суток но вот и хижина что там внутри ты заходил туда да внутри ничего особенного это фактически кров над головой если застал ливень но это какой-то промежуточный пункт перевалочный момент соревнования здесь спортсмен мог забежать получить может быть какую-то порцию пропитания и двинуться дальше здесь сидели наверное эти на контрольном пункте уже по всей видимости соревнования здесь никакие не проходят и поэтому все в запущенности в такой даже до хижины мы пять минут добирались всего три метра ладно мы будем идти дальше в хижине ничего интересного мы конечно не нашли но чего мы не ожидали тут найти но мы этого очень сильно ждали вот она вода еще и трубу сделали да действительно тут что-то было соревнования какие-то и все позаботились специально позаботились в этом глухом лесу увидеть столько воды я даже и не мечтал мы даже и не мечтали пока организм был на экстренных ресурсах пока мы понимали что мы не будем пить и есть долгое время особо то и не хотелось было чувство адреналина хотелось идти выше несмотря на усталость всеобщую но вот теперь мы пришли к роднику и теперь уже и есть захотелось и пить захотелось а теперь заслуженно глотнем водички мы куда-то выходим кажется дорога уже близко похоже мы на дорогу выходим наконец ладно теперь вдохнуть набраться терпения и дойти до какого-то финиша все период потому что первый этап это вот эти джунгли а дальше уже по дороге вот мы вышли на какую-то дорогу на какую-то дорогу ну по-моему это еще не та дорога хотя уже дорога уже легко идти все но походу дело та дорога главное она еще до нее дойти надо вот такие же на еще одна мы должны были отсюда прийти на самом деле вот тропа наша мы немножечко раньше ушли направо и встретились с этой дорогой эта дорога идет в сторону полянок где прыгают с парапланом а нам нужно теперь эти сюда и вот затем бугорком по идее должна быть дорога и так здесь высота 1350 метров над уровнем моря если что мы сюда шли от самого уровня моря пешком отсюда видно гора мамзышка высотой 1800 метров над уровнем моря начали по тропе по дебрям идти от дороги и снова пришли к дороге вот она причем я не ожидал увидеть асфальт я думал тут идет дорога какая-нибудь колея это та самая асфальтированная дорога продолжается хорошо а здесь можно как-то срезать чтобы день не делать петлю по дороге или ну тут есть значит вариант либо по дороге либо есть вариант срезать это называется вторая часть дороги оффроад короче бездорожье как мы прошли вот она продолжается это дорога это она есть тропа часть этой дороги начинается отсюда ну я думаю наверное все таки лучше идти по дороге а то я уже честно по дебрям находился на я думаю даже лучше если нас машина подберет сейчас да в ю тубе канал есть алекс руцков да вот там все если вы зайдете туда то вы увидите все наши походы подробно и даже восхождение на эльбрус мы живем под эльбрусом фактически рядышком с коровы метров до эльбруса ой коровушки да мы даже и не думали о том что сегодня мы будем ехать на машина особо не рассчитывали на это но но думаю что если повезет мы честно говоря мы такие дебри забрели где мы находимся какая смотровая площадка открывается самый наверно волшебный вид который можно когда-либо увидеть и море даже видно отсюда вон там проглядывает пляж такая вот красота полники пихты высокие какие же здесь пихты прекрасные там балаганы наши обещанные и мы выходим к какому-то краю и кажется мы сейчас увидим то о чем так давно мечтали моря с высоты почти два километра вот они все черноморские курорты они отсюда видны все как на ладони там даже стадион фишт проглядывает вдалеке на горизонте а это гора мамзышха на которой мы стоим ее высота 1800 метров над уровнем моря этот вид на самом деле стоит вида с вершины эльбруса вот и доброе утро на вершине горы мамзышха почти на вершине палатка наша внизу мы нашли такую интересную ложбинку как будто мини воронка и очень уютный ночлег устроились за родником ходили в сторону балаганов километр отсюда примерно внизу черноморское побережье там гагры бархатный сезон люди купаются тепло там а здесь холодно потому что уже горы необычно осознавать смотреть на побережье и в то же время закутавшись в куртки мерзнуть но при этом море близко относительно а гроза приближается вот сейчас вот этот дождь сюда нахлынет все нам надо бежать в палатку тут уже осенний холод ощущается основная гроза все-таки над морем вот он основной фронт он как воронка как будто вот пошла воронка вот она отсюда и вот он дождь прямо в море как интересно наблюдать за морской грозой находясь в горах при этом о мы достали до неба облака уже здесь небо достало до нас до туман нам закрывает всю картинку теперь уже точно будет непонятно где мы находимся на море или просто где-то в горах неизвестно где короче похоже будто я где-то на северном кавказе нахожусь все туман накрыл смотреть не на что пора идти в палатку там вася чай готовит не успел залезть в палатку как тут расступилась вся гроза вся она ушла в ту сторону и конечно же на фоне темно-синего моря грозы радуга что может быть лучше основная гроза конечно ушла в море море притягивает грозу стак и стой ты четко попал под цвета твои штаны на фоне зеленого всего а твоя куртка на фоне темно-синего моря и слева радуга здесь какая-то зона турбулентности здесь завихрение какое-то может здесь и образовывается новая гроза вот и все отдыхаешь здесь песик привет что тебе надо здесь тут их много хозяева этих гор до пастушьи собачки здесь и пастухи и стада а вот это ведь сыпское ущелье озеро рица где-то там и вот мы это ущелье наблюдаем сверху заглядываем в эту пропасть в это бездна так это у нас что крокусы в сентябре месяце что за чудеса в абхазии здесь на высокогорье тут их много по всему склону море под облаками внизу под этими башнями мы уходим с этого ночлега две ночи здесь переночевали несмотря на тучи и дождь который грозится снова пойти мы все равно хотим рвать и метать вперед до середины дня дождь шел сейчас на балаганах водички возьмем и двинем в сторону плато арабики она вообще в тучах в грозовых может быть опять снова дождь пойдет вот так но мы должны идти а и и до очередных балаганов мы шли восемь километров с приличным спуском вниз а потом снова наверх наверху то туман закрывал то дождь моросил дорога под ногами постоянно была очень сырая ближе к вечеру погода стала налаживаться и повеяло холодным осенним антициклоном виды здесь конечно ошеломительные очередным балаганом подошли облако нам освещает путь как солнце второе красивенное облако как будто там сбегать вулкан какой-то что ли словом и маханули несмотря на то что поздно вышли но мы до куда-то дошли и здесь будем ночевать где-то в этих местах вот и доброе утро в той стороне гора мамзышха на которой мы вчера были далеко мамзышха вышка еле видна в той стороне плато арабика и вершина арабика пик вот виден отчетливо ну и конечно в той стороне море циклон полностью ушел ночь была холодная зато отличная доброе утро мы не стали ночевать в том сарайчике которые нам предложили решили все-таки в палатке палатки гораздо уютнее это родной дом все-таки раз Идешь по этому гребешку, по ту сторону видно ущелье в сторону озера Ритца, по ту сторону видно море. Честно говоря, если вы в Абхазии знаете только Гагры, Питсунда, Афонские пещеры и озеро Ритца, вы Абхазии не знаете. Этот маршрут может спокойно конкурировать с крымскими маршрутами. Побывав здесь, вы поймете, что вы увидели Абхазию с другого ракурса. Мы попадаем в обалденно красивейшее место – урочище Бомбонаж. Здесь также есть домики, балаганы, где можно приземлиться на ночевку. И вообще, я бы здесь надолго остался, я бы здесь пожил. В очередных балаганах мы попробовали свежий сыр и настоящий мацони. Хозяин подробно рассказал, как удобнее будет нам пройти к пещерам и вершине Арабика. А еще он предупредил, чтобы мы в этих местах долго не задерживались, так как первый снег здесь ложится очень рано – в конце сентября или в начале октября. Четырехметровый снежный покров лежит здесь до самой поздней весны. На зиму все съезжают с балаганов и домики заваливает по самую крышу и выше. Зимой здесь столько лыжников забрасывают на вертолете. Так что делать здесь нечего в это время года, как говорят местные. На той стороне туман, на этой стороне ясно. Как раз туман на той стороне, где море. Там более влажно, наверное. И вдалеке Бзыбский хребет. Ну а мы попадаем в край спелеологов на территорию пещер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Ну что, как вам тут на Высокогорье? Нормально? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А туманы продолжают стелиться. Похолодало. И кажется, там вдалеке виднеется лагерь спелеологов. А вот эти причудливые красные склоны гор. Это вот так наступает в горах Южного Кавказа осень. Маленькие кустики с крупными листьями. Листья начинают к осени краснеть. Они становятся красными, багровыми, оранжевыми. И вот такие получаются красивые пейзажи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это и есть плато Арабика. Прямо перед нами. Вот видите, одежда развешана, белье сушится. Это и есть лагерь спелеологов. Здесь мы можем воды попросить и двинуть дальше. Вот именно здесь мы уже выходим отчетливо на плато Арабика. Здесь начинаются все пещеры. Там гора-зонтик. В тумане прячется гора-зонтик. Под ней есть пещера. Здесь везде пещеры. Просто надо знать, где они. Вот мы и будем пытаться по карте искать эти пещеры, чтобы хотя бы глазком посмотреть на это все. А пока что мы можем зайти в лагерь спелеологов, пообщаться, узнать кое-чего интересного. Тут есть Крубера, а у меня еще есть отдельно Крубера в Воронье. Она там. Она не там, она там за Арабикой. Да, за Арабикой. За Арабикой это верно. А перед Арабикой это не та. Там вообще колодец глухой 10 метров. А вы в каких здесь пещерах бывали, на какую глубину опускались? Сарма сколько она? На 2800 с чем-то. Спускались на 1800 на глубину, да? Сама пещера. Вот сейчас ребята ушли на 1100. А вы спускались лично на какую глубину? Сарме на 400. Я в Сарме только в этот раз акклиматизационный на 130, а позавчера мы ходили в тройку на 250. Есть планы куда-нибудь сходить там поглубже? Ну у нас экспедиция целая. У нас Сарма 400 еще впереди. Еще несколько объектов, конечно. Класс. Ну успехов вам. Успехов вам. Хорошо все пройти. Спасибо. Удачи. Спасибо. Вам тоже. Это соседняя вершинка зонтика. Тут куча интересных вершинок. Сплошные провалы. В общем начинается территория пещер. Идешь такой по туману. И какой-нибудь провал может оказаться самой глубокой пещерой в мире. Вот мы идем на поиски пещер. Все. Мы в общем-то вступили на их территорию. Осторожно. В тумане бродить по таким местам. Что, мы не заблудились? Все там правильно по карте? Нет. Не заблудились. Все отлично. К нам туда. Оказывается, пещера Крубера-Воронья, которую мы так долго ищем, она не самая глубокая в мире, но вторая по глубине после пещеры имени Веревкина. Пещера Веревкина имеет глубину 2212 метров, а Крубера-Воронья 2199 метров. Обе пещеры находятся здесь, на горном массиве Арабика. Главный вход в пещеру Крубера расположен на высоте примерно 2200 метров над уровнем моря, в урочище Артабалаган. Это карстовая бездна или природная шахта с разветляющимися рукавами, или это бесконечная череда колодцев, соединенных между собой перелазами и галереями. Там есть огромные залы, сталактиты, сталагмиты, водопады и озера. Это настоящее подземное царство. Пещера Крубера была открыта в 1960 году. Тогда спелеологи исследовали ее всего лишь до глубины 95 метров. И так, с годами спелеологи исследовали эту пещеру все глубже и глубже, метр за метром. 19 октября 2004 года впервые в истории спелеологии был поставлен рекорд, когда экспедиция Украинской спелеологической ассоциации достигли двухкилометровой глубины. Последний рекорд до глубины 2197 метров был поставлен в 2013 году. Но в августе 2017 года исследования показали, что все-таки самая глубокая в мире пещера считается пещера Веревкина, 2212 метров. Крубера и Веревкина – это далеко не единственные пещеры здесь, и поэтому сюда съезжаются спелеологи почти со всего света. Известняковый массив Арабика весь прошит вертикальными пещерами насквозь. Абхазия – это страна карстовых пещер. Лично мы бы хотели спуститься в одну из них, но такого снаряжения у нас нет, поэтому и смысла нет близко подходить, так как кроме провала в земле мы ничего не увидим. Чтобы подойти к самым глубоким пещерам в мире, для этого нам нужно еще очень много километров пройти по этим дебрям. Мы по времени просто не укладываемся. Но все красоты нашего похода как раз-таки только начинаются. Мы у подножия высочайшей точки Абхазии – горы Арабика высотой 2600 метров от уровня моря. У меня есть предположение. Глядя вот на эти вертикальные пласты, которые выходят из земли, это все строение нашей земли, нашей скальной поверхности нашей земли. И вот все пещеры, которые здесь находятся, они здесь находятся именно потому, что пласты выходят вертикально. Соответственно, все пещеры вертикальные. То есть любая трещина между пластами может нас вывести в какой-то промежуток. Соответственно, лабиринт-лабиринт и уходит все ниже, даже ниже уровня моря. Вот такие дела. А то я думаю, кто этот бордюр построил? Каменная роза, какая красота! Да, мы идем по крайне интересной инопланетной структуре. Нет, это не Абхазия, это какая-то другая планета. Вася, что там такое ты увидел? Что-то... Что, там что-то страшное? Нет, там очень головокружительное. Там высота... Е-мое, вот это виды! Вот это, оказывается, не плато Арабика, а хребет. Это хребет Арабика, а не плато Арабика. Слов не находится. Но самое главное, мы преодолели перевал, с чем и поздравляем друг друга. Да, поздравим. Мы с перевалом поздравим. Все. У нас до вершины Арабика остались считанные километры. До ночлега остались считанные шаги. Пропасть тут вот какая. И виды вот какие. Неизвестно, как эта вершина называется. Что вообще это за горы? Но красота потрясающая. Я сколько хожу в горы, уже почти 10 лет. Такого я еще не видел никогда. Что за белые горы? Это снег? Нет, это не снег, это камни. Это все порода такая. И все это сочетается с туманом и красными облаками. Я не знаю, на камеру это точно не передашь. Мы сейчас с тобой находимся на высоте. Высота 2300. Первые снежники в горах. Эффектно. А там сплошной снег. Шутка, это все камни. Да, в этом походе настолько все контрастно. Первый день мы вообще по лесу бродили. Второй день мы тоже по лесу бродили. Потом вышли на горы лысые, открытые. Потом шли долго по колее. А теперь по белым скалам бродим. Это все считается плато Арабика. Хотя я бы назвал хребет Арабика. Тут такое все грандиозное, эффектное. Хотя высота не такая уж и большая. Это гора Арабика. Имеет высоту 2600 метров над уровнем моря. Хождение по белым скалам продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вася, ты там скоро? Мы уже к вершине подходим. Вот она. Вау! Вершина Абхазии! И, конечно, красивенные пейзажи. Обалдеть, я считаю, от этого стоит столько пройти и на седьмой день зайти на высшую точку Абхазии. Высота здесь 2600 метров. Ура! Саша, поздравляю тебя! Поздравляю, дай пять! Поздравляем друг друга с вершиной. Почему-то, наверное, самая выдающаяся вершина Абхазии. Благо ветра здесь нету. Арабика. Даже внизу был ветер. Вот все побережье морское. И Сочи. В общем, все-все-все. Вплоть до Туапсе и дальше. Сквозь туман проглядывает Кавказский хребет. Камера этого не увидит за этими горами. И там есть пик Сочи, который имеет высоту 3000 метров. Не, но тут даже и без того. Мы видим такие красоты. Мы все видим. И в той стороне гора Мамзышха. Вот она, чуть-чуть в тумане. Вот на ней мы были. Вот на той горе мы были. Мы начали маршрут оттуда, из тех долин. Шли мы по этим хребтам, шли сюда. И вот так мы пришли через эти перевалы. Спустились в эту долину. Там палатку поставили. И сюда поднялись. Вот так. А где палатка наша, так и не пойму. До нее очень много. По километрам вроде всего 4 километра, но непонятно. Где-то там наша палатка, а в тех зелененьких поляночках все страшно высоко и страшно далеко. Вот эти белые скалы. Копия как будто ледник. Пещера Крубера, по идее, должна быть вот за этой вот грядой. Вот там на склоне. 10 километров отсюда приблизительно. Мы точно не успеваем. Мы обязательно сюда приедем еще раз. Вот. И обязательно сходим к ней. Заслуженный чаечек из шиповничка на вершине горы. Да. Это непередаваемые впечатления. Дебри Северной Америки. Вокруг запахи разных растений, субтропических. Все это смешивается с запахами грибов. Много ежевик и какие-то плетущиеся растения. Вот это что за растения? Что-то похожее на лимон, на бергамот. И, конечно же, пихты эти. Лес детственный. Тропа, считай, нехоженная. Видать, тут грибники ходят. Именно благодаря грибникам мы можем спуститься. На верху тропы не было, мы чуть не заблудились. Там хоть и леса не было, но зато травы по голову, колючки. Мы просто шли на ощупь. То по камням, то не знаю вообще. Спуск в сторону Бзыбского ущелья с горы Арабика. Это прям реальные дебри. Поэтому, если вы идете сюда, то лучше идите через озер Адзоу. Лучше карту посмотрите. Через озер Адзоу вы попадете на вершину по главной тропе, легкой тропинке. Еще примерно 10 километров до Бзыбского ущелья. Еще туда спускаться и спускаться. Эта тропа нас ведет в сторону моря. Не терпится вновь выйти на побережье моря и окунуться в теплые воды. Да. А то мы уже 7 дней тут видим вот эти колючки, кустарники, скалы, камни, траву. На самом деле, уже забыли про то, что мы рядом с морем находимся. Поэтому впереди интересное. Ну вот и все. Вот мы и приехали, как говорится. Целые сутки идет дождь. Мы сидим в палатке. Мелкий дождик идет. Но мы находимся уже на море. Вот такая вот картинка. Такая вот красота. А мы в новых гаграх. Но они больше похожи на старые гагры. Дождь всю ночь моросил. Все утро моросит. Мелкий дождик. С одной стороны уютно, с другой стороны невозможно собрать лагерь. Сегодня уже поезд будет. Ну ладно, как-нибудь выберемся. На этом конец видео. Кому понравилось, ставьте лайки. Если еще не подписаны, подписывайтесь на канал. И оставайтесь на нашем канале. Ждите новых видеороликов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok